Бог благ вам! Аминь! Аминь! Просто потому, что вы здесь, вы смогли прийти сюда. Мы можем собираться здесь как церковь. Это уже показывает Божью благость к нам. Потому что немногие могут собираться здесь как мы. Чтобы слышать Слово Божие. Чтобы прославлять Бога вместе. Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, я там последний. Кто здесь за Иисуса? Просто искренне. Аминь! Я верю, что Бог здесь с нами сегодня. И мы приглашаем всех, кто смотрит на нас. И мы приглашаем всех, кто нас на онлайне смотрит. Пусть Бог вас благословит. Пусть Божья благодать с вами будет. И сегодня мы день Пятидесятницы справляем. Справляем. Некоторые говорят, когда церковь родилась. Перед этим это просто группа людей была. Но когда Дух Святой сошел на них. Она их соединила. Они одно было. Они в одном Духе были. И они начали служить Богу. И друзья, тот же Бог, который излил Дух на них. Мы тоже самому Богу служим. Он тот же самый Бог. Его сила как бы не уменьшилась. Он не поменялся. Его Слово не поменялось. Так же, как Он с ними был. Он с нами. И кто из нас голодный за Бога? Кто из нас скажет искренне, Боже, я хочу Тебя сегодня слышать? Кто хочет что-то принять сегодня от Бога? И иногда мы приходим на служение. И мы выходим пустыми. Причина потому. Потому что у нас сердца закрыты. Когда мы слышим вот эти слова, которые идут. Но мы либо им не верим. Или мы просто отталкиваем. Может, мы кому-то другому отдаем и говорим, ему нужно, ей нужно. Но те, которые говорят, но мне надо это. Мне нужно вот эту благодать в моей жизни. И как братья будут делиться. Я хочу, чтобы мы посмотрели наши сердца. То, что они будут говорить. Давайте будем проверять этими словами нас. И будем спрашивать, я подхожу к этим словам? Или я не дохожу то, что Он говорит? Или может, мне по путям вот этим надо идти. Потому что это нехорошо просто слышать Слова Бога. И выходить и не делать. Пойнт в том, чтобы слышать, принять и идти и делать. И я хочу, друзья, помолиться. Если можем встать. Давайте попросим Бога, чтобы открыл наши сердца. Давайте попросим Бога, чтобы открылся нам. Чтобы Он наши сердца открыл, чтобы мы видели себя. И чтобы Слово пронзило нас. И чтобы изменило нас. Давайте помолимся. Слово пронзило нас. Расскажем Бога. И есть Jesus. Он хочет тебе жить. Он хочет стать счастливом иneaём. И себе? Он хочет взять ваша жизни. Он хочет это жизнь. И руки, чтобы он был ску전otive. И он хочет жить. Он хочет свою жизнь. И что, за тем,不要. И мы есть примеры. Мы находимся внутри. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И каждый христианин может победить эту зависимость порнографии И две недели назад Мы говорили о физических проблемах Порнография, оно как бы временно Но оно очень нам плохое приходит физически Это как будто бы рак души Ты грешишь против себя И ты все разрушаешь И это приводит к физической зависимости На прошлой неделе Мы говорили, что Господь, Он говорит о порнографии Что порнография — это идолопоклонство Потому что мы есть храм И похоть — это как мы поклоняемся этому идолу И потом мы открываем дверь дьяволу И сегодня кто принес Библию? И кто привез в тетради? Кто же будет в тетради? Кто же будет в тетради? Я хочу, чтобы вы записывали сегодня Потому что сегодня мы будем говорить о практическом Как мы можем победить порнографию И слушайте, вам это надо будет знать Может, вы должны будете работать с кем-то Вы должны понимать Как с этой проблемой разбираться Писание очень хорошо нам говорит Какой Бог Также, кто принес в тетради? Really? Кто's taking notes? Beautiful, much better Okay, just want to make sure You know, in Revelation There's actually an interesting passage I want to read He who overcomes Shall inherit all things And will be his God And he shall be my son И буду ему Богу И он будет мне сыном But the cowardly Боязливый Unbelieving Abominable Murderers Боязливый И неверных И скверных И убийц Sexual Immoral И любодеев And we're talking about sexual sin Мы говорим о Сексуальных Грехах Sorcerers Adolaters All of the liars Shall have their part In a lake Which burns with fire And brimstone Which is the second death There is God's ability To do something He will do something But we also have a personal responsibility But we also have a personal responsibility But we also have a personal responsibility In order to see what God is promising us One who overcomes Shall inherit all things The one who doesn't Тот, кто не сможет Revelation says The lake of fire Is their end Нам откривление говорит Озеро огненное Это им смерть And when it comes to Problem of pornography И когда это Проблема порнографии Lord can And thus set us free Господь Он может И Он Нас От этого Избавляет But there is Personal responsibility Но у нас есть Личная ответственность And Christian could overcome Pornography in their life By what I call a triple A И христианин может Это победить Я называю это ААЯ Access, accountability And awareness Access, доступ Доступ Accountability Wow Who knows what accountability is? To keep you accountable Ответственность Ответственность And awareness In other words Знаешь что происходит Exactly Знаешь что происходит Absolutely Thank you Thank you Pray for this brother He's doing a great job Please But what I call a triple A Access, accountability And awareness And if you use of your Bibles Turn to Matthew 5.29.30 Если у вас есть в Библии Пожалуйста Откройте Матфея 5.29.30 You know Jesus taught us truth Right? Господь нам Дает истину And he says If your right eye Causes you to sin Pluck it out And cast it from you Underline For it is more profitable That one of your members Perish That your whole body Be casted into hell And if your right hand Causes you to sin If your right hand If your right hand Causes you to sin Cut it off And cast it away From you Again It is more profitable Again It is more profitable For that one of your members Perish Чтобы погиб Один из членов твоих Then your whole body Be casted into hell А не все тело твое Было Ввержено В гену There is a very important truth He is saying it twice It is the same thing As saying Exclamation point Exclamation point Exclamation point And he is making it very clear And putting a comparison in here And he says What is more profitable What is more profitable To be what? To be saved The truth is It is better not to have something Than to have it And perish To lose eternal life He says You have to cut it off And remove it from your life And he is saying So dramatically He says It is better not to have A hand Than go to hell You see Cutting access Is absolutely Important for us To overcome pornography In our life Иметь Эта доступность Очень важно Чтобы победить Порнографию Отрезать доступность Отрезать доступность And first reason Is if you can You will И первая причина Если можешь Будешь The reality Is that We Default To What we Feel Familiar With In the The reality Is that We Default to What we feel Familiar with And what happens Is The person Habit Is in their life And if The thing is If you can Access pornography You probably Will You probably Will access it Remember If you can You will You know It's very Interesting Jesus said Or actually Didn't say Pray about it Right I don't know You know Change it Or Maybe go to Counseling Or what The Lord Says The first Thing you Have to Do Is Cut it Off You have To just Remove it From your Life And I want To tell you Something If you Are not Ready To do That Then You're Not ready To stop If You have This Problem In your Life And you Don't Cut it Off I'm Telling This Right Now You're Not Going To Stop Because You Enjoy It You know And Person Give You A thousand Excuses Why They Don't Think They Should I Know This One Guy And I Told Him You Have to Remove He Watches On His Phone On It Sмотрит On I Told Him You Have To Get Out Of Phone In Your Room No More Phone In Your Room I Need An Alarm Go Buy An Alarm What If Somebody Calls Me I In The Middle Of The Night Who Is Going To Call You No If You Not That Important I Didn't Say That But Who Call You Or Maybe Somebody Will Call Me Alright Fine But What If The Cat Choose My Cord In Other Words A Person Doesn't Want To Remove It He Just He Give You A Thousand Reasons Why He Needs To Keep It And By The Way And He Did Not Stop He Did Not Want To Stop Even Though I Tried To Talk To And Work With Him If You Can You Will Second Reason What Heart Rejects The Brain Records You Know When Something Works Very Well Let's Say You Have A Headache And Somebody Gave You A Pill By The They Pills From Strangers That's Not What I'm Talking About But Somebody Gave You Like A Certain Brand Of Pills Headache Pills And And If It Helped You You Will Remember That Brand And Next Time Your Head Hurts You Know Where To Go You Know What You Want In Fact You Even Tell Others About It Free Marketing Your Brain Records Bad Actions And Expressions That Make You Feel That Make You Forget About Something What Makes You Feel Good Calm Relax Your Brain Records That It Knows That And Even If It Clashes With What God Says Your Moral Beliefs That A Person Is Drawn To It He Is Drawn To It And When A Person Discovers Pornography You Know It Usually Helps To Deal With Something Negative Something That Brings To Discomfort And When You're Stressed Or Bored Or Depressed Sad Lonely Your Brain Knows Where To Go And Knows Where To Get Some Pleasure And Knows What Makes Your Body Feel Good And We Talked About Why It's So Easy To Go To Pornography I Read A Very Interesting Study Recently They Found Other People Who Are Usually Addicted To Porn They Have A Lifestyle Of Pleasure And Comfort They Like Pleasure They Like Comfort That's What They Go To Pornography For And It's A Coping Strategy Coping Because Of Our Fleshly Fallen Nature And That Is Why Paul Says Walk In The Spirit And You Will Not Do What Fulfill The Loss Of The Flesh And You Don't Do 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 Those Moments Of Difficulty Run to God's Presence Because Because When You Run To God's Presence You Run To His Word When You Run To His Prayer You Receive Strength You Receive Comfort You Receive Peace You Receive Strength To Deal With The Situation In Your Life Because If You Don't The Flush Will Do It For You The Lust Of The Flush Will Do It For You Your Brain Rejects What Maybe Your Heart Doesn't Want And Another Thing I Want To Say Third Reason For This Temptation Doesn't Change Resistance Capacity Does How You Can To Can To 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 Has Normal Struggles And Difficulty And Challenges When We Come To Christ He Restores Our Soul He 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 A Broken Heart He Transform Our Minds He Changes Us From Glory To Glory But You See But Those Changes They Happen In Our Soul And Our Spirit Not In Our Flush Our Flush Is Still Fallen And It Has Truly Some Ugly Qualities And Paul Says It Doesn't Get Better The Fallen Flesh Doesn't Get Better It Has Tons Of Bad Impulses Terrible Qualities And It's A Constant Battle With The Holy Spirit And Struggle With Porn Is Struggle With The Flesh When We Are Pornography It Is Pornography It Is What It Is Our Flesh Cannot Be Transformed And That's Why The Scripture Tells Us To Put It To Death Walk In The Spirit Refuse It And Let's Put Things In Your Life In Your Flesh To Overcome It Is Temptation Is In Temptations In Our Flesh Are Guaranteed What I Want To Tell You Is Listen They're Not Going To Go Away People Sometimes Who Want To Get Free From Pornography They're Like Well You Know I'm Still Getting Tempted It Still Comes To My Life And It Will It Will No Matter Who You Are For God To Take Away Temptation That's You Telling God Take Away My Free Will Take Away My Personal Responsibility God Is Not Going To Do For You He Gave You Free Will He Gives Your Personal Responsibility God Gives Us Strength And Authority Over Our Flesh To Deny It And Overcome It And We Either Give In We Wait For It To Stop Or We Wisely Prepare To Deal With It With The Power Of The Holy Spirit And As You Overcome The Lust Sexual Sin The Temptation Is Still Going To Be There What's Going To Happen Is You Will Be Able To Overcome It Easier And Easier Each Time Your Resistance Will Grow Against It You Will Be To Overcome A Little Bit More And More Each Time That's Called Growth So The Question Is You Will Be Tempted But Will You Have Faith To Stand Against It Are You Going To Trust God To Stand Against It You Have To Believe Something Very Strong Right Now That God Is Faithful God Is Faithful He Will Empower You To Meet The Enemy But You Have To Be Prepared For You Need To Be Walking In The Flesh I Am Sorry Walking In The Spirit Not In The Flesh God Forbidden With His Word Understanding His Truths With His Spirit With You That's Why Those Things Are Important That's Why If You Want To Overcome It You Need To Be In The Word of God It's Not A Recommendation It's A Совет It's A Commandment For You In That Moment That's Why You Need Prayer What What You Need To Be You Need To Cut Off The Axis You Don't Otrez Do 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 Anything That Leads To Watch Pornography Listen I Want To You Something Don't Play With Fire If You Want To Be Free If You Want To Be Off Be First Thing You Have To Cut The Axis Самое важное Это Чтобы Вы Отрезали Доступ Кто Знает Такие Конфеты Они Очень Вкусные Одни Из Любимых Моих Я На Диете Я Прохожу И Мне Нельзя Сахар Мне Очень Нравятся Эти Конфеты Одно Утре Я Стою И Делаю Кофе Оно Просто Лежит На Столе Я Сажусь Я Говорю Себе Мне Это Нельзя Что Там Сказано На Бумажке Я Выкрутил Требя Прямо Прямо Открыть Оно Вообще Не Все Видать Надо Открыть И Когда я Это Делаю И Когда я Пытаюсь Это Читать Я Я вам говорю правду. Я укусил. Ну, теперь уже поздно. Теперь уже надо вторую. Правда история. В других словах, если я просто встал бы и ушел, или просто убрал ее, как вы думаете, насколько бы я... Насколько бы я ее съел? Очень низко. Почему? Потому что он удалил доступ. Если у вас есть проблема с этой проблемой, вы должны отрезать доступ. Не держите электронику в вашей комнате. Положите куда-то... Только не в комнату. Только не в комнату. Ставьте веб-сайт блокеры на ваш телефон, чтобы вы не могли смотреть. И на компьютере. И не переступайте это. Если это... Не играйте с огнем. Я знаю одного человека. Он упал. И мы говорим. И мы говорим. Я его спрашиваю, почему ты это уже перестал... Я не шучу. Он говорит, есть хорошие купоны. Вы думаете, это было для купонов? И это его довело до падения. Remove. Уберите. Любой материал. Любой материал. Друзья. Друзья. Вещи. Что вам приходит похоть. Уберите. Не играйте с огнем. Бог говорит, лучше вам. Подумайте, я вам даю две... Два выбора. Два выбора в деньгах. Вы можете... Вы можете ставить 100 долларов в каждый аккаунт. И я вам говорю, вам надо это сделать. И если вы это сделаете... Вам будет 1000 долларов в конце. Не важно, что происходит. Или я вам дам 100 долларов. И вы сделаете, что вы хотите. Но я вам говорю, вы все потеряете. И когда человек говорит, я могу... Что-то с этим сделать. 99.1% they never do. That's why Jesus says, it's more profitable to you. Вот почему Иисус говорит, лучше вам. If you take my advice. Если вы послушаете меня. And you cut it off. И вы отсекете это. You cut it off. Your eternal life stands on line. Ваша вечная жизнь, это... На этом. Second point. Второй пункт. To overcome pornography, you have to create accountability. Чтобы побеждать порнографию, вам надо быть ответственными. By the way. By the way, the reason why I still have this candy. Because my wife told me. She probably put it away before you eat it, before your sermon. She was right. Перед тем, как я говорю проповедь. Она была права. The reality is that no person ни один человек or very few или очень мало overcome pornography by themselves. Они побеждают порнографию одни. And Bible speaks that we need each other. И Библия нам говорит, что мы нужны друг другу. Look what Hebrews 3.13 says. Евреям 3.13 говорит. But exhort one another daily while it's called today. Но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить. Least any of you be hardened through the seedfulness of sin. Ныне, что кто из вас не ожесточился областившись грехом. In other words, you need somebody to exhort you or encourage you, talk to you. Вам нужно поговорить с кем-то. Today. Not tomorrow. Not three days from now. Not next year I'll see him. Today. Least. The sin deceits you. The sin will deceit you. And first reason we have to understand is that you don't need accountability to do what comes naturally. Вам не надо ответственность к тому, что приходит натурально. But to resist what comes naturally. Но чтобы это отвергнуть. You see, human behavior is very predictable in many, many cases. That's why Facebook, Instagram make a lot of money. They know. They learned. The algorithm learned what Angela likes. What Yuri likes. What Andrey likes. It knows what it likes. And it sells you advertising. And next you know a person start watching what friends are doing and they're on cat videos. Algoritim knows this is what you want. In fact. Algoritim знает это что вы хотите. In fact. Вообще-то. People who develop the algorithms for the social medias. Люди, которые этот алгоритм создали. They say they can predict when you're sad. Они говорят, что оно знает когда вы грустны. Depends. There's different criteria for that. It knows when you're happy. Они знают когда вы счастливы. It knows when you're more likely to buy something. Они знают когда вы можете что-то купить. And they sell it for more money. Они это вам продают за больше денег. There's a whole field called behavioral economics. Есть целая область называется экономики поведения. Поведения. In other words. How you behave they know how to sell you stuff. human behavior is very predictable. And what all these social medias say that we tend to come back or fall back to routines, patterns and behaviors. мы входим назад в чего мы делали nail biting когда мы грязем ногти daydreaming когда мы мечтаем cracking your knuckles когда мы пальцы щелкаем over eating those things are predictable. мы это знаем. and as a person grows and as a person grows and as a person grows they begin to either remove some habits над стрессом оно приходит назад. People who quit smoking under stress they come back to smoking people who eat junk food or dieting they can go back to eating junk food. there are things that trigger us to repeat our behaviors. есть вещи которые нам к нам происходят которые мы возвращаемся к тому что мы делали. beautiful beautiful good job when we discover actions that suit us they help us we return to them whether it's pleasure we want pleasure forgiveness I'm sorry forgetfulness to forget about something or release some stress the natural tendencies we know what to do we know that's why Bible and God calls us to do things that are unnatural to us love your neighbors don't walk in the flesh certain things are bad it calls us to do things that are not natural to resist what is natural you know it is easier to diet for example when we are not in isolation when we are part of the group and they encourage us to stay on the course they tell us they support us and when temptation comes to give in there is somebody else who comes in and encourages us say don't do it I know you're feeling like this but stay strong and person overcomes that that encouragement helps them to move forward power of accountability it is you know the natural desire for pleasure sex drive sex drive sex drive as you want to be free they will come that's why you need somebody there with you you need somebody there being next to you вам нужен кто-то чтобы был около вас resistance requires integrity противостоятельность requires integrity нужно честности нужно честности and integrity and integrity requires accountability и честность это надо для честности to be honest чтобы говорить правду you need somebody to monitor you somebody to help you somebody to say yes this person is doing the right thing чтобы кто-то вам говорил да вы что-то правильно делаете integrity is a quality that every single person needs to have честность надо чтобы каждый человек имел and we need to grow in it и мы должны расти в этом and you know our integrity is imperfect и наша честность оно не самолучшее потому что грех это сделан плохой human human nature corrupted it наша натура это сделала плохой и вот почему в наших низких моментах или низких дней нам нужно подотчетность подотчетность нам надо честность чтобы стоять на этом пути когда мы это побеждаем нас Бог призывает чтобы отвержаться от того что есть натурально и я вам скажу вы не можете драться одни вот почему вам нужна церковь вот почему вам должны хорошие друзья as iron sharpens iron Proverbs says как железо точит железо так и человек точит друзей вы должны иметь людей в жизни которые вас спрашивают если вы падаете в сексуальный грех которые вас будут спрашивать если вы смотрите порнографию может они понимают они могут быть с вами вас не унижать но чтобы вас ободрять you see accountability is needed подотчетность вам нужна is needed to perfect чтобы сделать идеальным нашу честность перед Богом я хочу сказать сейчас давайте сделаем паузу наш Бог силен аминь you guys are piece of work our God is strong наш Бог силен аминь we have an awesome God awesome and strong God he is mighty I want to stand up and I want us to rise and worship that kind of our not done yet but I want us to sing a song to the one who deserves it in a song of praise to God and understand that God is strong in our weaknesses and he can help let's just sing a song to give an answer as fast as possible what are the three ways we're talking about to overcome pornography access you said all of them access accountability and awareness one to Julia one to Timur alright good now let me ask you for access what is the first reason that is the first reason you can't go again there you go there you go То, что разум отвергает, сердце запоминает. Это подотчетность. Что третья причина? Нет. Для чего у нас третья причина, почему мы должны отрезать доступ? Что подотчетность, мы говорили о подотчетности. Что первая причина? Почему нам нужна подотчетность? Отвергать то, что приходит натурально. И вторая причина? Кто-нибудь? Для чего вторая причина, почему нам нужна подотчетность? Кто ответил, чтобы не ответил. Кто отвечал раньше, может сейчас ответить. Для чего? Для чего нам нужна подотчетность? Честность, мы должны быть подотчетными, чтобы быть честными. И это сила, когда мы записываем проповедь. Третья причина. Человек, он не создан, чтобы бороться сам. В Евреях написано, К евреям написано такие слова. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это слово «поощряя», чтобы мотивировать. Знаете, Бог, Он спас нас в этом мире, чтобы мы могли расти, чтобы быть как Он. И Он ставит людей в нашу жизнь, чтобы помочь нам. Вот почему некоторые есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, и учителя. И к эфизианам Павел говорит, чтобы снабдить святых. Ты не можешь бороться сам. Тебе нужно, чтобы были другие люди в твоей жизни, чтобы помочь. И люди, которые думают, что они могут сами побороть своими силами. Я говорю сейчас, что это гордость. И эта гордость работает в обои стороны. В Крымлинам написано, Мы сильны должны сносить немощи без сильных и не себе угождать. Сильны должны поддерживать слабых. Те, которые думают, что они возросли в жизни, они должны молиться и говорить. Они должны ходить с теми, которым нужна помощь. Не только угождать себе, потому что они что-то достигли. Мы нужны друг друга. Сильны слабые им нужны сильные. И когда они сильные, они должны поднимать слабых. И знаете, то, что грех делает, оно отделяет тебя. Оно не хочет открывать. Оно не хочет открывать другому человеку. Оно отделяет. И когда мы подотчетные, оно разбирается с этой проблемой. Мы должны, во-первых, быть подотчетны Богу, который слышит и отвечает нашим молитвам каждый день. Знаете, если вы боретесь с порнографией, или вы даже в искушении, вы должны создать себе духовное питание, духовное инвестирование, молиться, разговаривать с Богом, утром и вечером. Господь, Он все знает. Ты можешь попытаться наврать Ему. Это когда мне приходит моя дочь и пытается мне наврать. Я говорю, я знаю, что ты неправду говоришь. Ты не помыла руки свои. Оно даже в чипсах еще. И она говорит, да, оно так. Мы не можем лгать Богу. Он знает. Когда мы приходим на молитву и говорим Богу нашей слабости, нашей искушения, и мы называем именами. Господь, я борюсь с этим. Я слаб. Мы просим о силе. Когда мы читаем и изучаем Писание, запоминаем местописание. Насчет Писания, которые говорят, что мы сильны в Господе. Если тебе нужно победить порнографию, ты должен запомнить эти местописания. Как Бог смотрит на женщин? Что делать в искушении? Имя и кровь Иисуса. Когда мы берем это в нашу жизнь, когда мы инвестируем в нашу духовную жизнь, мы подотчетны перед Богом. Мы говорим, Господь, я в искушении. Господь, я упал. Но я знаю, что твоя кровь может освободить. Помоги. Послушайте. Это время должно просто быть зачеркнуто в вашей календаре. Это время, когда вы проводите с Богом. Вы не должны врать. Он помогает тем, Он помогает тем, которые ищут Его искренне. Которые ищут Его искренне. Давид, он упал. Ну, если говорить о подотчетности перед Богом, он молится перед Богом. Он пишет песни. Он отдает это группе. Я хочу, чтобы вы спели. Это серьезные вещи. Он был подотчетен перед Богом. И когда пророк пришел к нему, он начинает отвечать сразу. Он искал Бога искренне. Есть сила в этом. Если вы хотите оботчетность, если вы хотите оботчетность, чтобы вы помочь, чтобы у вас было время с Богом правильно. Подотчетность также расположена с людьми, которые с вами. Вы видите, грех, он обманчив. Особенно грех порнорафии. Она настолько обманчива. Не смотрите это как на маленькую вещь, что мы можем обольщать себя самим. Когда вещи делаешь, чтобы ты грешил, ты падаешь в порнорафию. И когда ты начинаешь делать всякие причины для себя, что мне это надо, что я не вижу проблем в этом, ты должен отделить несколько друзей в своей жизни. Может быть, пацанов или женщин в своей жизни. Я не вижу больших смыслов в этом. Ты просто обманываешь себя. Вот почему тебе нужна подотчетность. Чтобы люди помогли тебе. Чтобы ты победил это. Тебе нужен кто-то возле тебя, который будет тебя спрашивать каждый день и даже каждую неделю, если ты смотрел порнорафию. И когда есть действительно подотчетность, я хочу поделиться три вещи насчет этого. Кто-то будет знать, где ты слаб. Ты должен рассказать им. Это должно быть исповедание перед Господом. Что происходит? Какой-то человек он должен знать то, с чем ты борешься. Вот это грех порнографии. Тот, кто будет тебя спрашивать каждую неделю, когда он будет тебя держать подотчетным. Упал ли ты в этом? Это не может быть просто один раз. Это не может просто быть, что ты сказал кому-то. Они помолили за тебя, и они ушли. Это не подотчетность. Может быть, ты рассказал кому-то свои слабости. Это не подотчетность. Подотчетность это когда они разговаривают с тобой. Когда они помогают тебе. Когда они строят тебя. Потому что кто-то должен тебя там быть, чтобы с тобой разговаривать. Чтобы говорить тебе истину, которая может быть трудная. Когда ты падаешь. И радоваться с тобой. Когда ты побеждаешь. Который будет тебя вести, чтобы ты рос. Который будет тебя понимать. Который будет тебе помогать. Тебе нужны такие люди. Если у тебя нету этих трех вещей. У тебя нету подотчетности. Ты просто тот человек, который знает свои проблемы. Тебе нужна подотчетность. Дайте мне человека. Это может быть человек. Или даже группа людей. Одну вещь я хочу сказать. Это не может быть мужчина с женщиной. Мужчина должен быть подотчетным мужчине. И женщина должна быть подотчетной женщиной. Ты должен создать эту подотчетность в твоей жизни. Если ты хочешь победить порнографию. Мы говорили насчет сделать питание каждый день. Не поменяйте это ни на что. Сохраняйте это время. Если ты пропустил раз. Смотри, чтобы не два раза. Смотрите, вам лучше в этот момент лучше пропустить ужин. Пропустить еду, пищу. Чем забрать это время. Ходите Духом. И вы не будете исполнять похоть и плоти. Вы должны ставить каждую неделю подотчетность. Этот человек он духовно зрелый. Он доверчивый. Я могу полагаться на него. Он с тобой будет разговаривать. Он может помогать тебе. Они будут спрашивать тебя насчет твоей жизни. И они могут тебе помочь, чтобы ты победил. Они тебе помогут, чтобы ты победил. Это, 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 когда борешься с этим. Они будут молиться с тобою и за тебя. Ты можешь изливать сердце свое им. Вам нужно это. Мы не созданы, чтобы быть одинокими. Мы должны возгревать, мотивировать те, которые слабые, чтобы быть сильными. Поками сегодня можно назвать сегодня. Значит, сегодня должно это быть сегодня. Если это не случится, грех, он может обольстить нас. И последнее. Христианин, он может победить порнографию в своей жизни когда он будет знать о этой проблеме. 1 Коринфянам 9.27 Но я усмиряю и порабощаю тело мое дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Интересно то, что Павел говорит. Это муж веры. Это муж. Представляете, быть смиренным. Он говорит, я служу больше, чем кто-либо. Я делал для Бога больше, чем другие. Кто из нас может это сказать? Даже в этой церкви. Кто может сказать, что я служу больше всех в этой церкви? Я думаю, это было бы трудно сказать. Или ты просто гордый. Я не знаю. Я шутю. You see, Павел говорит, ты должен знать себя. Он говорит, я порабощаю тело. Я знаю мои слабости в плоти моей. И я порабощаю. Потому что если я не сделаю, я могу быть недостойным. Он говорит о потере своего спасения. Не достигнуть той цели, которую Бог приготовил. Ты должен знать себя. Твои похоти. Твои слабости и твои раны. Которые заставляют, чтобы ты смотрел панографию. Потому что первая причина is that you do not rise to the level of your goals. Потому что ты не достигаешь почему ты не достигаешь своей цели. But you fall down to the level of your habits. Но ты падаешь назад в свои привычки. Павел writes to young pastor Timothy. Павел пишет Тимофею. Flee youthful passions and pursue righteousness. Юноша их похотей и убегай. Pursue faith, love and peace. Одержись в правды, веры и любви. Along with those who are called on the Lord from a pure heart. И мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Look, he says run away. Он говорит, избегай. The word flee. Это слово избегай. It means to run to safety. Это значит бежать к безопасности. Not just to run anywhere. Не просто убегать куда-либо. Run to safety. Беги к безопасности. Run to the Lord. Беги к Господу. And pursue И беги за тем righteousness. За праведностью. In other words, flee away from lustful habits. В других словах, убегай от похоти. Run from pornography. Беги, убегай от порнографии. Build new habits. Создавляй новые привычки. That will help you overcome them. Righteousness. Праведность. Faith. Вера. Love. Любовь. Peace. И мир. Notice what he says again. Along with those who call upon the Lord from pure heart. Again, we can't do this alone. We need community of believers. Basically, you need somebody else to help you to build these habits. See, pleasure is a permanent promoter. Знаете, удовлетворение это оно оставляет шрам. And temptation will challenge you. И искушения они будут постоянными. And even though your goal to be free to overcome pornography чтобы победить порнографию. Оно настолько велико, что реальность в том, когда искушения приходят. К сожалению, ты не поднимаешься к своей цели, но ты падаешь назад в свои привычки. Где твои привычки? Какие привычки? Твои привычки возьмут контроль над тобою. Если твоя привычка бежать за Богом, в следующий раз, когда приходит искушение, ты понимаешь и ты бежишь к Господу. Ты не бежишь к своему телефону. Ты не сдавьешься. Послушайте. Те, которые смотрят порнографию, знаете, вы создаете привычки в своем разуме. И много изучений делали. Когда привычка делана столько много, и тебе нравится, твой мозг реально имеет путь. И когда какая-то ситуация происходит, оно отвлекается, и ты делаешь. Это физический путь. Написано, что как человек мыслит, так он и есть. В другом слове, есть путь в твоем разуме, который хочет это. Это привычка. И поэтому, если ты хочешь быть свободным, ты должен создать хорошие и божественные привычки в твоей жизни. Помните, мы говорили о духовном инвестировании. Той инвести... то привычка, ты должен создать этого. Ты должен создать привычку, чтобы молиться и читать Писание. Научитесь искать Господа. Создайте привычки, которые могут противостоять искушению. Убегайте из того, что заставляет вас падать в грех. Они говорят, что заставляет 21 дней чтобы даже попытаться сломать эту привычку. То, что я пытаюсь сказать, это не просто через один день. Ты должен помнить это. Ты должен понимать это. Ты должен понимать свою цель. Но будь... Также понимай свои привычки. Не просто не наблюдай. мне все равно насколько прекрасен ты. Ты не лучше других. Намного сильнее люди падали. Не пренебрегай этим. Вторая причина. Руны crave рамиды. Раны они желают какое-то исцеление или какого-то... Люди, которые падают в порнографию по разным причинам и в разных ситуациях. И много раз это может быть эмоциональная боль, которую они чувствуют. A deep hurt. Может быть внутри они больные. Maybe a childhood or a present abuse. Может быть в детстве или недавно кого-то просто над кем-то издевались. And people find remedy pleasure in this. И люди ищут какой-то путь в порнографии. Wounds crave remedy. Раны они желают зажить. Old rejections. Может быть вас кто-то пренебрег. Broken relationships. Personal failures. That's emotional wounds. And they're serious. Because when it comes down to the wound, it leaves you defensive. Depressed. Ты впадаешь в депрессию. Ты настаешь злым или одиноким. And dealing with that is hard. Porn is easy and pleasurable. You need to ask yourself if you want to be free. Is there any painful events that trigger this in you? Maybe it's memory. that causes you pain. Betrayals. Rejections. Current relationships. You need to be aware and you need to see godly counsel. Listen, you need healing. You need healing. You need healing. You know, they say that the what your body experiences, for example, when you break your arm. It's the same thing as sometimes rejection. It's the same thing as sometimes rejection. Your body sometimes doesn't know the difference. It knows the difference, but it goes through the same process. It's serious stuff. If your arm is broken and it's not healed and it's not healed right, it's going to be hard to defend yourself. It's going to be hard to be functional. If you have the problem emotionally in your life, to be the same result. Perhaps you may be a window from curiosity or boredom. Может быть, туда залез из-за того, что ты хотел просто рассмотреть или тебе скучно было. You need to address it and deal with it. Ты должен разбираться с этим. What did curiosity do? То, что сделала what's curiosity in Russian? Любопытство. What did curiosity do? Что любопытство сделало? Говорят, что любопытство убило кошку. Оно было так любопытно. Когда мы любопытны в этой сфере, оно может убить нас. Может быть, мы попали в это из-за любопытства. Библия говорит, будьте младенцы во зле. Не будьте любопытны во зле. Будьте любопытны в Божьем Духе. Может быть, вы были просто скучны. Я хочу сказать что-то сказать. Станьте любопытны в том, что хорошо. Создайте привычку. You learn a new skill. Get a hobby. Не оставляйте себя просто без оружия. Самое лучшее, если приходит искушение, самое лучшее, то, что ты можешь сделать, это бежать к молитве и потом двигаться. Ты начнешь возрастать. Ты, может быть, начинай качаться или делать отжимания. Иди побегай. Побегай. Иди, может, пройдись по улице. Сделай что-нибудь. Если ты просто будешь сидеть там, ты упадешь. И понимай это. Понимай это. Ты должен это понимать. Ты должен сломать некоторые вещи в твоей жизни. Понимать, где твои слабые моменты. Ты должен разбираться с этим и оставлять их. И если это является эмоциональным, seek a godly counselor. Приди и найди человека, который зрелый человек, который может помочь тебе. Третья причина is weak links weaken lives. Это то, что слабые места делают слабую жизнь. Beautiful. Have you guys ever seen, do you guys know where our link is? Знаете, что такое цепочка? I don't care how strong the chain is. Мне все равно насколько сильна эта цепь. How much do you think that chain can hold pounds? Сколько паунтов вы думаете эта цепь может держать? Five. Two. I think even less than that. With that paper clip. Oh, less. Yeah, and I don't care how strong the chain before and after is. Мне все равно насколько сильна цепь до и после есть. The paper clip is going to make it fall very quickly. Оно распадется быстро. Weak link. Это слабое место. And people who are struggling with pornography they have a character problem a lot of times. It's not an emotional wound. It's just a sinful nature. Оно просто наш падший характер. No big deal. И может быть даже подумать это нету большого значения. Except it can be a backdoor to pornography. Есть дверь к порнографии. And that character just weakens over time. Он просто становится хуже и хуже со временем. Оно просто делается хуже. Characters are weak points for people. характер это может быть слабое место для людей. Особенно для христиан. Selfishness может быть самолюбие. That's a big weakness. Это большая слабость. When porn is you center about yourself. You only think about yourself. Когда порнография это то что ты думаешь только о себе. You want to self-satisfy yourself. Ты просто хочешь удалить себя. You're just all about yourself. Ты просто хочешь насчет себя. If you're all about yourself. That is a big door. Anger. Bad temper. It's another bad door to pain. To lash out or to cool down. Fear. God didn't give us a spirit of fear. But the spirit of what? Power. And you know in a fearful man when conflict arises with people porn is a great shelter. When he and she are afraid they can go there. And pride and self-righteousness. Self-righteousness. Justification. It doesn't want to see or see a need and change. It doesn't want to see or see a need and change. And let me tell you something. With some people that I've dealt with those who are humble always overcome it faster. They always overcome faster. Sometimes these characteristics happen before porn or as a result of and it just it feeds itself. And Paul says to Timothy take heed of yourself and the doctrine in other words pay attention be aware and know yourself know the scriptures know God's word and continue doing that you're not comparing yourself to Tim but compare to the word to the word of God. Know your strength but also the weak points. And if you do that and continue it's not going to benefit you but those who you minister and serve be aware of your weak links having your awareness is absolutely important in order to overcome pornography in your life if first of all you need to develop legitimate sources of pleasure good and healthy habits in addition to your time with God start working out maybe hiking or some kind of crafts or maybe fixing something get a habit that you're going to spend time enjoying it pray about it discover it you need that second resolve an ongoing hurt in your life if there's ongoing hurt in life it's unresolved it's good time to talk to a pastor it's a good time to talk to a pastor spiritual mentor maybe to talk to a spiritual mentor a counselor who is based on the Bible you need to address and resolve the long-standing emotional and relational problems and 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 guys do not overlook it be honest and open be willing to explore ways to correct it learn to forgive and not go and God can help you and God can help you with that and also work on your character and also work on your character come clean with your accountability person with God and say I have this character problem tell them how you're handling the problem each week скажи им как ты борешься с этой проблемой каждую неделю and if you're on the other side of that encourage them to give you an honest feedback поощряем чтобы давали тебе истину they'll give you the truth and love чтобы они давали тебе истину с любовью truth and love hard truth and put this area in God's hand pray about it if you find yourself that you're an angry person pray Lord remove my anger молись Господь освободи меня от злости Lord remove my fear Господь освободи меня от страха убери мою гордость Lord test me strengthen me Господь испытай меня укрепи меня это очень важно чтобы победить порнографию so going to conclusion I know it's been a long topic and let me tell you something I already listened to Tim I cut down at least half of it there's a lot to this youth do not open your doors do not open your doors to pornography but you can be victorious Christian can overcome by cutting the access when they create accountability when they have awareness and they work through it and know there are things they're going to be they have to work through first of all stay as far as possible if you can if temptation rises run if there is an open door of pornography in your life it's cancer it's cancer it will little by little kill you it will little by little kill you you need to close the door as possible through repentance reach out to somebody we have a couple phone numbers on our group chat and we post them again and we post them again listen you need to reach out to somebody you need to confess that sin you need accountability you need to overcome pornography Christ wants to give you abundant life this whole series started with abundant life и знаете мы начали вот эту серию насчет говорить мы говорили насчет жизнь с избытком rich богатую meaningful значимую purposeful life и цельную жизнь that satan wants to kill steal and destroy который satana пытается убить украсть убить и погубить порнография сделает это она убьет это ты никогда не будешь тот муж или женщина Божья который Бог хочет использовать который Бог призывает если у вас есть порнография в вашей жизни это невозможно то что я хочу сказать если вы не рождены свыше вам нужно покаяние вы в грехе и вам нужен Спаситель вам нужен Иисус Христос который умер за тебя который дал тебе жизнь который хочет дать тебе жизнь если ты придешь к Нему и Он даст новый характер и Дух Святой поможет вам победить это Он воскрес из мертвых чтобы ты мог иметь жизнь с избытком если вы боретесь с этим искушением позвоните или напишите кому-то это будет секретно никто не будет знать это будет между вами и им и мы просто хочем помочь я еще хочу вещь сказать если вы в искушении и вы хотите смотреть порнографию я хочу вам сказать вы еще не согрешили но если вы позволите это вы откройте дверь если вы искушаетесь вы в хорошем месте это искушение приходит в вашу плоть но у вас все равно есть Дух Святой который может и будет помогать вам победить позвоните или наберите так же и мы поможем вам так же вам нужно искать силы Бог Он сильный Бог который любит нас со всеми нашими проблемами нашими когда мы боремся и когда мы приходим к Нему Он может прощать нам Он хочет прощать нам Он умен на кресте чтобы простить тебя Он забрал вашу сломленность Он забрал вашу боль на крест Он хочет укрепить тебя Он хочет дать тебе Дух Святой Он хочет, чтобы ты был победителем в этом мире Он хочет наполнить тебя Святым Духом Он хочет использовать тебя Он хочет, чтобы ты достигнул неба и может быть прорыв в твоей жизни There can be a breakthrough in your life Может быть прорыв в твоей жизни You know, when God's light enters Знаете, когда Божий свет входит Even in the darkest room Даже в самой темной комнаты приходит свет Light Свет It's not I'm sorry Darkness It's not presence of darkness It's not presence It's not presence It's absence of light There is no light And when God comes И когда Бог приходит He fills the light Он наполняет светом Он дает этот свет Его сила, она велика Его присутствие настолько хорошо и прекрасно And when God speaks И когда Бог говорит When God gives His decree Когда Бог повелевает Bible says the mountains will melt The mountains that we see right here They can melt What is your problem to Him? He can help you And He wants to help you Friends, let's stand up Let's come to prayer Давайте придем к молитве Я хочу сказать одну вещь Если Господь тебя призывает Приходи наперед И мы будем молиться Мне все равно Какая проблема твоя Господь, Он силен Чтобы разломать эту проблему И давайте придем к Нему С молитвой Heavenly Father Lord Jesus God You're an amazing God Over every door God of mercy Please come rescue I'm longing for your voice Chant a whisper in the nose Father, tell me Everything's alive Your power Your presence Break strongholds King of heaven When you see Mountains move I believe There will be breakthroughs You alone entered my scars Peace by peace Restore my heart Take what's broken Make you hold Make you hold Your power Your presence Break strongholds King of heaven When you see Mountains move I believe There will be breakthroughs Your power Your presence Break strongholds King of heaven When you see Mountains move Break strongholds I believe There will be breakthroughs Shake the mountains Break the worlds Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I believe there will be breakthrough Your power, Your presence Break strongholds, King of Heaven When You speak, mountains move I believe there will be breakthroughs There will be breakthroughs There will be, there will be victory There will be, there will be victory There will be, there will be victory here 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok